Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда я Артем. Сегодня наш информационный мир невозможно представить без быстрой, емкой, доступной и энергонезависимой, а главное энергоэффективной памяти. Такой памятью стала так называемая флеш-память, которая позволила хранить важные памятные моменты на картах памяти фото и видеокамер или сохранять данные на компьютере, на SSD накопителях. Флеш-память также используется во многих микроконтроллерах и микросхемах для хранения управляющих программ, так называемые прошивки, а без микроконтроллеров сегодня невозможно представить ни один современный сложный электронный прибор. Но как же появилась флеш-память, вот об этом сегодня мы и поговорим. Еще со времен появления самых первых компьютеров, людям хотелось получить компактные энергонезависимые устройства для постоянного хранения данных. Энергонезависимой памяти типа ROM, Read-only Memory, память только для чтения. Название уже как бы намекает на то, что перезаписать записанные данные в такой памяти попросту невозможно. Все как в однократно записываемых оптических дисках типа R. В ROM-памяти можно хранить данные, которые не требуют частого изменения, например, какие-то фундаментальные прошивки или значения других неизменных констант. Первую концепцию такой памяти представили еще в 1950-х годах в США. Появилась так называемая PROM, Programmable Read-only Memory, программируемая память только для чтения. Разработкой PROM-памяти занимался Вен Цин Чоу, который работал в отделении ARMA, американской корпорации Bosch Arma Corporation, которая в свою очередь занималась ракетостроением. Военно-воздушным силам США требовалась надежная память для хранения констант для наведения в баллистических ракетах межконтинентального класса Atlas-I и Atlas-F. Позже Вен Цин Чоу занимался программами и проектами самолетов B-52, ракетами Saturn V и также над орбитальной космической станцией Skylab. Вен Цин Чоу является пионером в области создания полностью цифровых полупроводниковых компьютеров, наработки и практический опыт которого позже легли в основу уже гражданского сектора. Например, в 70-х годах Чоу принимал активное участие в разработке компьютера IBM AP-101, который использовался в том числе и во всем известной программе космических челноков Space Shuttle. В декабре 1957 года Чоу подал патент на так называемую матрицу хранения – Storage Matrix. Для хранения здесь использовалась матрица диодов. На пересечении диодов находились специальные плавки и вставки. Изначально каждая ячейка такой микросхемы заполнена логическими единицами, так как все перемычки в диодах полностью целые. С помощью специального программатора можно записать данные и перевести нужные ячейки в состояние логического нуля путем пережигания определенных перемычек после пропускания высокого напряжения, которое и расплавляет эти самые перемычки. Таким образом, такую память можно однократно записать, а данные будет уже невозможно удалить, потому что плавки и перемычки не могут быть восстановлены. Небольшой паскриптум. Была также еще и так называемая масочная ROM память, где матрица с данными формируется уже на заводе, под нужды того или иного заказчика. Однако партии таких микросхем были дороги в производстве, поскольку выпускались малым тиражом. Также процесс производства такой заранее запрограммированной схемы был долгим и сложным. А вот программируемая ROM память уже была довольно дешевой в производстве, и можно было быстро и самостоятельно заполнить микросхему любыми нужными данными. Сразу же после массового внедрения ROM памяти в конце 60-х годов появились идеи новой полупроводниковой памяти, которая могла бы стирать содержимое своих ячеек, что, соответственно, позволяло бы перезаписывать данные. В 1970 году Dove Froman, стоявший у истоков рождения компании Intel, работал над новым полупроводниковым продуктом компании и, в частности, занимался диагностикой дефектов транзисторов в схеме. Разрушение затвора транзистора, а именно его разрыв, позволял сохранять в себе заряд, что в итоге влияло на характеристики транзистора. Заряд влияет на пороговое напряжение транзистора, что позволяет считывать логические нули или единицы. Таким образом, в основе лежал транзистор с плавающим затвором, который позже с некоторыми изменениями ляжет в основу и флеш памяти. Именно так родилась так называемая E-Prom память Erasable Programmable Read-Only Memory. Стираемая программируемая память только для чтения. В 1972 году Фроман получил патент на свое изобретение, где подробно описал принципы работы такой памяти вместе с необходимыми схемами. Для программирования такой памяти использовался заряд определенного уровня, а вот стирались данные уже не электрическим путем. Из-за особенностей конструкции транзисторов информация стиралась при помощи ультрафиолетовой лампы, свет от которой направлялся в специальное окошко матрицы, расположенное в корпусе самого чипа памяти. Так как данные невозможно стереть электрическим путем, можно просто заклеить окошко каким-то материалом, не пропускающим ультрафиолет. Или вовсе не делать это окошко в корпусе микросхемы и получить таким образом подобие промпамяти. Данные на E-Prom могут храниться в течение десятков лет, а количество циклов перезаписи может достигать от сотен до тысячи. При каждом удалении информации посредством ультрафиолета диоксид кремния, находящийся у затвора транзистора, медленно разрушается, что со временем приводит к деградации ячеек памяти. Процесс стирания данных происходит очень медленно, а потому дальнейшие усилия были направлены на создание такой памяти, где можно было бы стирать информацию электрическим путем. Еще в начале 70-х годов крупнейшими лидерами отрасли велись активные разработки в этой области, и каждая компания стремилась улучшить надежность и потребительские качества такой памяти. В течение нескольких следующих лет появляется новый класс памяти EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory Электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство. На третьей конференции Solid State Devices в Японии в городе Токио высказывались практические идеи реализации такой памяти. В тех же 70-х годах японская компания NEC, сейчас это Renesas Electronics, разработала технологию MONOS металлоксид-нитритоксид-полупроводник, которая, однако, не нашла большого массового применения в обычных потребительских продуктах из-за сложности реализации и дороговизны. На данный момент применяется в некоторых микроконтроллерах и встраиваемых системах. Теоретически память на такой основе может быть намного интереснее к классической флэш-памяти по своим потребительским свойствам. Небольшой паскриптум, сам термин EEPROM был также введен к компании NEC в оборот в 1975 году. Однако, как правило, термин EEPROM не применяется к флэш-памяти, хотя и флэш-память также относится к классу электрически перепрограммируемой. EEPROM позволяет стирать ячейки побайтно, а флэш-память такую возможность не имеет. Но об этом поговорим несколько позже. Далее последовал ряд других технологий, которые сводятся к тому, чтобы повысить надежность хранения заряда в транзисторе и уменьшить разрушение структур при перезаписях данных. В 1977 году свою разновидность EEPROM памяти представил Ильяго Харари из Hughes Aircraft Company. Опять небольшой паскриптум, Hughes Aircraft – это компания довольно известного и эксцентричного человека по имени Говард Хьюз, который занимался проектированием самолетов, двигателей и много чем еще. На примере его самолет H-4 «Геркулес», испытанный в 1947 году, оставался самым большим самолетом по размаху крыла в 98 метров вплоть до 2017 года. Но вернемся к теме. В этом же году компаниями Fairchild и Siemens была представлена структура для хранения заряда под названием Sonos и CMOS. К 1980 году компания Intel представила свою структуру под названием Flotex, которая позволяла достичь 10 тысяч циклов перезаписи данных в ячейку памяти. В 1971 году японский инженер Фудзио Масуоко из компании Toshiba работал над вопросами сохранения заряда в полупроводниковых структурах. В 1981 году он вместе с командой разработал стабильную структуру транзистора с плавающим затвором. В этом же году он вместе с коллегой Хисаказу Лизука подал патент на свое изобретение. Это изобретение и стало памятью, которую мы сегодня знаем под именем Flash. Название Flash было придумано одним из участников команды Sodzi Ariizumi, потому что процесс стирания данных напоминал ему вспышку от английского Flash. Несмотря на всю перспективность флэш-памяти, Toshiba не спешила финансировать разработки в нужном объеме. Тем не менее, команде Масуоки удалось создать рабочий прототип флэш-памяти типа NOR. Стало ясно, что флэш-память может быть довольно недорогой в производстве, имеет быструю скорость работы и, главное, быстрое стирание данных, а также неплохо масштабируется для получения больших объемов данных. Позже, в 1989 году, Масуока показывает чипы флэш-памяти типа NAND, которые позволили упростить структуру ячеек памяти и начать массовое внедрение такой памяти. О различиях между NAND и NOR мы еще поговорим чуть позже. Несмотря на свое изобретение, Фудзио Масуока ушел из компании Toshiba в 1994 году после продолжительного конфликта с руководством компании. Как он сам позже говорил, основной причиной его ухода была нерешительность компании Toshiba по выводу новых технологий на рынок, а также обезличивание всех разработок и фактическое отстранение себя от исследовательской и руководящей деятельности. Позже Масуока даже подал в суд на Toshiba, требуя компенсации, ведь имя Фудзио Масуока было практически неизвестно в широких кругах, а компания Toshiba фактически присвоила все наработки себе. Так или иначе, спор был урегулирован, а сам Масуока продолжил исследовательскую и преподавательскую деятельность в рамках японского университета Тохоку, расположенного в городе Сендай. Теперь давайте более подробно посмотрим на структуру флэш-памяти и разберем базовые принципы ее работы. Флэш-память может быть двух видов NOR и NAND. NOR произошло от английского NOT OR, не или, это логическая структура ячеек, а соответственно NAND от NOT AND, не И. Также логическая структура. NOR ячейки памяти представляет собой двумерный массив, все соединения параллельны. NAND ячейки уже трехмерный массив, а все соединения ячеек в ряду последовательные. Чтобы понять, в чем же конкретные практические отличия, разберем строение NAND памяти. NAND ячейки, в частности. Которая, например, используется в SSD накопителях, картах памяти, в различных мобильных гаджетах и так далее. Ячейки NAND флэш-памяти объединены в группы, группы объединяются в страницы, а страницы в блоке. Получается вот такая довольно сложная структура. При этом чтение запись данных производится только на уровне целых страниц, и никак иначе. А удаление, то есть стирание информации, происходит на уровне блоков. Запись данных может быть произведена только если блок полностью чистый. Классическим способом перезаписать здесь ничего не удастся, как, например, на жестком диске, просто поверх. Такое ограничение накладывается самой структурой флэш-памяти. НОР флэш-память позволяет получать доступ к произвольному байту. А у NAND памяти доступ осуществляется только к целой странице, размер которой может составлять 512 байт и более. Таким образом, операции чтения для НОР ячеек происходят несколько быстрее, чем в NAND. Однако при стирании и записи все наоборот. Здесь NAND работает быстрее. НОР точно так же записывает и стирает данные блоками. Это особенность любой флэш-памяти. Более маленький размер блока у NAND памяти позволяет намного быстрее записывать и стирать данные, нежели у НОР ячеек. Также NAND ячейки памяти лучше поддаются масштабированию, чем НОР. А это значит, что можно получать большие массивы для хранения не менее большого количества важной информации. НОР ячейка памяти более чем наполовину компактнее НОР ячейки при одинаковом технологическом процессе. Так что НОР применяется для хранения микропрограмм, биусов и тому подобных вещей, как ПЗУ память. А NAND уже непосредственно используется для хранения пользовательских данных. Изначально для флэш-памяти применялись транзисторы с плавающим затвором. В общем и целом, он представляет собой классический транзистор, но имеет дополнительный затвор, выполняющий роль кармана, который удерживает электроны, то есть заряды. Небольшой пасскриптум, транзисторы с плавающим затвором ныне уже практически не используются во флэш-памяти. Их заменили более совершенные структуры под названием транзистор с ловушкой заряда. Он более компактный, быстрее работает и потенциально может иметь несколько больший ресурс работы. Записи удаления заряда происходят при помощи сложных физических эффектов перехода заряда. При каждой записи тонкий слой оксида, который изолирует плавающий затвор, медленно повреждается. Поэтому ячейка памяти постепенно изнашивается и со временем уже не может корректно хранить заряд. Те же самые эффекты появляются и у обычных ловушек заряда. Для масштабирования ячеек памяти используются более тонкие техпроцессы, однако оксидный слой при этом становится еще более тонким, а это значит, что ресурс ячеек при уменьшении техпроцесса заметно падает. Самым прогрессивным техпроцессом для NAND памяти на данный момент является 12 нанометров. А для большего уплотнения схемы стали использовать так называемую стековую 3D-упаковку чипов. 3D NAND. Сейчас встречаются уже 96-слойные компоновки. Кроме того, для удешевления и для повышения емкости чипов каждая ячейка может хранить не 1 бит, а, например, 2, 3 или даже 4. Это ячейки SLC, соответственно, MLC, TLC, QLC. Однако и тут появляются свои проблемы, потому что нужно контролировать большее количество уровней напряжения. 2 уровня для SLC, 4 для MLC, 8 для TLC и целых 16 для QLC. Также не стоит забывать, что напряжение нельзя контролировать строго для каждой ячейки памяти, поскольку структура флеш-памяти блочная, и контроль происходит постранично. Так что со временем при износе ячеек увеличивается рассогласованность напряжений и нужно подавать большее напряжение для перемещения заряда внутрь ловушки заряда. А большее напряжение еще сильнее разрушает ячейку. Таким образом, ресурс записи сократился со 100 тысяч у SLC до нескольких тысяч у QLC. Итак, сейчас немножко посмотрим на процесс работы флеш-памяти с практической, так сказать, точки зрения. У нас есть вот такая вот схема. Мы видим здесь страницы, которые объединяются в блок. У нас есть три страницы. Красным цветом подчеркнуты они, вернее, обозначены. Они удаляются. Это шаг номер один. Дальше на шаге номер два у нас происходит копирование всех страниц в кэш-память SSD-накопителя. Шаг номер три. Полностью целый блок у нас очищается, чтобы вернуть данные нужные данные назад без уже удаленных страниц. Вот так вот сложно все это происходит. Опять же, здесь у нас налагаются ограничения в виде блочной структуры флеш-памяти. Шаг номер три. У нас очищается целый блок. В кэше удаляются нужные данные. Дальше все перемещается обратно. Вот так происходит у нас процесс удаления информации и процесс обратной записи. Таким образом, становится очевидно то, что, несмотря на то, что мы просто удалили файлы, в данном случае это страницы, у нас происходит некоторая избыточная запись на SSD-накопитель в его ячейке. Это, опять же, особенность флеш-памяти. Здесь не так, как на обычном жестком диске, где можно просто все перезаписать поверх. И все. Теперь разберем процесс на вот такой вот еще схеме. Она еще более простая. У нас есть вот такие вот квадраты. Это страницы. Страницы объединяются в блок. В блоке содержится 8 таких квадратов. Итак, мы хотим дописать новые данные. Соответственно, они будут помещаться в те кубики, которые свободны. Они обозначены красным цветом. Весь полностью блок перемещается в кэш-память. Дальше в кэш-памяти происходит процесс перемещения новых данных в свободные страницы. После этого целый блок очищается на третьем шаге. Дальше данные из кэш-памяти перемещаются непосредственно уже в физический блок. И данные у нас уже записаны. Вот так все это работает. Также еще есть так называемая команда Trim, которая сообщает SSD-накопителю о том, что информация в тех или иных страницах удалена пользователям, когда вы нажали на Delete, либо Shift Delete. И что она больше не нужна, и SSD-накопитель может эти данные в фоновом режиме очистить. Так что у флэш-памяти, как и у любой технологии, есть свои пределы, есть свои плюсы и минусы. Тем не менее, за более чем 30 лет с момента изобретения флэш-памяти она стала самой массовой памятью в потребительских устройствах. Этому способствовала относительная простота массового изготовления, удешевление производства, а также благодаря хорошим свойствам по масштабированию и сбалансированным потребительским характеристикам. Сейчас ведутся активные поиски новых типов памяти, которые смогут повторить головокружительный успех флэш-памяти. Но об этом я расскажу уже как-нибудь в другом своем видеоролике. Что же, друзья, я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, оставляйте свои комментарии и переходите по полезным ссылкам в описании к ролику. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.